Уважаемые коллеги, на сегодняшний день посмотрите, сколько одобрено уже препаратов, чекпоинт ингибиторов. Часть из них в Российской Федерации пока не используется, причем они используются как в монотерапии, начало было, теперь уже стали в комбинации, мы теперь из метастатических форм переходим на неодевант, на одевантное лечение. То есть за последние годы происходят, конечно, колоссальные совершенно изменения. И практически, я не знаю, какого органа и системы не включено, где бы не использовались эти препараты. И посмотрите, за последний, вот на май 2019 года, только анти-ПД-1, анти-ПД-Л-1 препаратов, антител-6 и 47 одобрений FDA. Достаточно большая палитра показаний. И причем вот мы говорим о необходимости тестирования. У нас несколько в Российской Федерации более лимитировано использование ПДЛ-тестирования при назначении препаратов. А вот FDA, они четко обозначили, что при некоторых локализациях обязательно проводить предназначение препаратов ПДЛ-тестирование. И что делается в реальной практике? Конечно, мы сегодня говорили о тех клинических исследованиях, где, в общем-то, рафинированная группа пациентов, достаточно с хорошим ЭКОКом, с минимум сопутствующих заболеваний. А вот интересные какие данные представлены сейчас в литературе. Посмотрите, 1300 пациентов немелкоклеточным раком легкого получали в течение периода, как только были первые, появились препараты по ингибитору с 2011 года по 2016, и сделали анализ, какие же это пациенты на самом деле. Пациенты были разные. Посмотрите, четверть пациентов было старше 75 лет, причем достаточно много курящих. И четвертая стадия заболеваний преимущественно большинство пациентов. И тестирование меня, так как поразило, это тестирование было проведено всего у 8% пациентов. Причем это ведь зарубежные клиники. Сейчас, конечно, это более широко уже идет, но тем не менее, конечно, говорит о том, что реальная практика, она достаточно расходится с теми клиническими исследованиями международными, которые нам представляются. И в основном пациенты получали неволума, пембролизума по второй и более линиях лечения. И какие данные в итоге получили? Медиана общей выживаемости, она несколько ниже, она 8 месяцев составила. И, конечно, она выше у пациентов, у которых нет драйверных мутаций. Но что очень интересно, что ни возраст, ни курение, ни раса, ни стадия заболеваний, гистологические типы, линия терапии не повлияли на эти показатели. Вот в этом ретроспективном исследовании. В этом году представлены также результаты из реальной практики наших соседей из Дании. Они проанализировали 118 пациентов леченых мелкоклеточным раком легкого. И что тоже удивительно, что много женщин, посмотрите, 63% женщин и с аденокарциномами, не плоскоклеточным раком, а аденокарциномами. Причем статус средней степени тяжести пациентов у 10%, десятая часть пациентов. И немалая часть пациентов имеет поражение головного мозга, почти 20%, поражение печени. И что можно здесь сказать, что, в общем-то, объективный ответ, он не отличался особенно от тех результатов клинических исследований, которые были представлены. Но пятая часть, 25% пациентов, то есть это четверть пациентов прекращали лечение ввиду нежелательных явлений третьей, пятой степени. Правда, смерть была всего только одна. То есть, конечно, мы просто входим в другую уже эру, в эпоху, когда мы соприкасаемся с нежелательными явлениями совсем другого характера. И проблемы, конечно, с оказанием помощи этим пациентам, они существенно меняют нашу тактику. И посмотрите, что корреляция ни с возрастом, ни с поражением головного мозга, иммуно-опосредованных желательных явлений, она не была выявлена. Что еще интересно, вот на АСКО было представлено в этом году, как назначаются в практике чекпоинт-ингибиторы. Нередко, очень поздно. Более чем у четверти пациентов назначаются за 30 дней до кончины. Какой тут может быть реализован ответ? Причем это, посмотрите, это же не наше, не российское, это зарубежные данные. И были представлены на АСКО. То есть и финансовые здесь издержки, они понятны. Но плюс еще вот авторы, например, беспокоятся по поводу того, что увеличивается смертность в учреждениях, в стационарах, потому что большинство из этих пациентов, они умирали в стационаре. И назначается, посмотрите, вот 27% пациентов, получающих чекпоинт-ингибиторы в последние 30 дней жизни, с ЭКОК 3 и более. То есть да, реальная клиническая практика, она, конечно, расходится. Часть, конечно, из этих пациентов, наверное, имели какой-то выигрыш, но задуматься о том, что нужно отбор пациентам проводить, конечно, стоит. И какие еще факторы, которые мы, в общем-то, наверное, мало учитываем. Мы достаточно часто используем антибиотики, особенно при лечении больных раком легкого. Влияют они или не влияют? Удивительно, посмотрите, как они влияют на эффективность. Может быть, не сами по себе они влияют. Может быть, и тяжесть пациентов, конечно, безусловно, может быть здесь. Но именно и ни одно исследование показало, что и безрецидивная выживаемость, особенно общая выживаемость, посмотрите, как кривые расходятся те пациенты, которые получали антибиотики, и те, которые не получали. Вот еще одно исследование, то было европейское, здесь азиатское исследование, то же самое показало. И объективный ответ отличался у пациентов, которые получают антибиотикотерапию. Причем расходятся общие кривые, общие безрецидивные выживаемости достаточно хорошо. Здесь еще тоже в этом году были представлены результаты. При всех локализациях, посмотрите, общая выживаемость при мелкоклячном раке легкого 26 месяцев и 2,5 месяцев у пациентов, которые получали или не получали антибиотикотерапию. И то же самое также при мелаломии, при других локализациях. То есть, конечно, нужно задумываться. Мы достаточно легко назначаем антибиотикотерапию, может быть, тогда, когда и не особенно ее надо, задуматься в сочетании с иммуно-онкологическими препаратами. Что мы будем тогда ожидать? Следующий какой интересный момент. Во всех клинических исследованиях больные все были, конечно, в удовлетворительном состоянии. ЭКОК обычно 0, в крайнем случае 1. А в жизни у нас бывает несколько по-другому. И только буквально несколько исследований ЧИКМЭТ-171, например, или широкий доступ неволумаба, там позволялось включать пациентов в состоянии средней тяжести. Что мы ждем у этих пациентов? А ждем мы, посмотрите, кривые общей выживаемости у них ниже. Общая выживаемость у пациентов на 4 месяца меньше, чем у пациентов, у тех, которые в удовлетворительном состоянии. Кстати, в свое время Рашидова Ахидна в докторской диссертации оценивала эффективность химиотерапии у пациентов с удовлетворительным состоянием, либо с утяжеленным. То же самое было получалось. Так же и здесь. Да, часть пациентов явно выигрывает. Мы иногда видим, пациент был такой тяжелый, он ответил на иммуно-онкологические препараты. Но в большинстве-то нет. И посмотрите, широкий доступ неволумаба тоже показал. И рейд-респонс намного меньше, и медиана общей выживаемости 3,5 месяца, конечно, стоит на это обратить внимание. И что еще интересно, больные не мелкоклеточного брака легкого, достаточно часто имеют хроническо-обструктивную болезнь легких. Но что интересно, ее присутствие, наоборот, является прогностически неплохим фактором. И, во-первых, проанализировали пациентов, сколько здесь было, 133 пациента. У третьей из них были, не мелкоклеточного брака легкого, был хоббл. И общая выживаемость и время до прогрессирования, наоборот, было выше у этих пациентов, у которых был хоббл. То есть у них, видимо, те изменения мутационные были намного выражены. Потому что здесь очень много было еще и курильщиков, и ответили они на иммуно-онкологические препараты лучше, чем в общей группе пациентов. Хотя, посмотрите, с другой стороны, ЭКОК, опять же, высокий, и степень распространения опухоли негативно складывались и увеличивали риск смерти. Аутоиммунные заболевания. Во все клинические исследования практически не включались пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Тем не менее, в реальной клинической практике эти пациенты есть. И вот по решению FDA был сделан ретроспективный анализ. 22 исследования проанализированы, 552 больные, включенные туда. И посмотрели, во-первых, иммуно-опосредственные нежелательные явления. Выявлялись у этих пациентов в 17%, в третьей степени у 4% пациентов. И что еще интересно здесь было, что обострение аутоиммунного заболевания, то, чего мы боимся, на фоне чекпоинта ингибиторов, было выявлено у 17% больных. Другое еще исследование, несколько поменьше у них пациентов, было 56 пациентов, немелкоклеточным раком легкого, тоже аутоиммунные заболевания, причем там ревматоидные, атриты, псориазы, тироидиты. И обострение аутоиммунного заболевания, основного заболевания, было выявлено у 23% пациентов. И прекращение эпидельтерапии было у 14%, несколько выше, чем в группе тех, которые имеют аутоиммунные заболевания. Но, в общем-то, авторами все равно делается вывод, что аутоиммунные заболевания, к ним тоже нужно подходить достаточно дифференцированно. И в некоторых ситуациях можно назначать препараты чекпоинта ингибитора. И здесь еще соприкасается вопрос с применением кортикостероидов. Часть пациентов принимает кортикостероиды уже перед применением чекпоинта ингибиторов. И если пациенты принимают в дозе 20 мг в сутки, это ассоциируется с худшим прогнозом. Общая выживаемость у этих пациентов ниже на 7 месяцев по сравнению с теми пациентами, которые не получали стероидную терапию. Единственное, что здесь, конечно, ситуация может быть связана и с тем, что пациенты получают стероидную терапию в связи с тем, что со своим общим статусом, то есть ИФОК может быть у них достаточно низок, и что будет коррелировать уже с худшими результатами. Но еще исследование интересное было проведено на большой достаточно когорте пациентов, более 600 пациентов, тоже немелкоклеточный рак легкого, и в основном немелкоклеточный рак легкого. И пациенты получали преднизолон в дозе больше 10 мг в сутки на начало терапии с определенными показаниями. У них одышка, слабость, у них метастазы в ЦНС были. Так вот, в таком случае прием кортикостероидов ассоциировался с ухудшением показателей эффективности. Но если мы будем назначать кортикостероиды для уже купирования нежелательных явлений, обусловленных иммуно-онкологическими препаратами, их действием, то влияние вот этого негативного не отмечается. И здесь даже наоборот, в группе пациентов, которые получают стероидные препараты и объективные ответы, и безрецидивная выживаемость, и длительность ответа, она более выигрышна, чем у тех больных, которые их не получали. То есть назначать еще раз костероидные препараты как для лечения иммуно-онкологических осложнений, их не надо бояться. Ну и вот некоторые снимки наших пациентов, что мы видели, какие осложнения, конечно, они впечатляют, они отличаются от тех осложнений, которые мы наблюдали при других видах лечения. И встает вопрос, а есть корреляция между осложнениями лечения иммуно-онкологическими и эффективностью лечения? Да, есть корреляция. И это было показано на вот этом исследовании, ассоциация кожной токсичности и безрецидивной выживаемости у пациентов. Как видите, достаточно кривые расходятся, и выигрыш однозначно отмечается у тех пациентов, у которых была кожная токсичность. И также вот сейчас продемонстрированы были в этом году исследования, абсолютно есть корреляция между наличием иммуно-опосредственных нежелательных явлений и эффективностью иммунотерапии. Пожилой возраст. Ну, сейчас уже, по-моему, пожилой возраст уже немножко уходит, тоже можно сказать, в историю, потому что, во-первых, биологический и паспортный возраст – это два разных понятия, а второе – предела теперь возраста нет. Если помните, даже в клинических исследованиях раньше было 70 лет предел, потом 75, а теперь этот опускается. Самое главное, что больной был совершеннолетний, больше 18 лет. Те исследования, которые на сегодняшний день проведены, показали, что больные пожилые, старше 65 лет и больше 75 лет, тоже получают такой же выигрыш от иммунотерапии, как и молодые пациенты. Единственное, что у них может быть несколько выше риск возникновения иммуно-опосредственных нежелательных явлений. И с ними просто нужно быть более внимательны в силу того еще, что проходит и есть наличие сопутствующей патологии, которая утяжеляет общее состояние пациентов. И вообще у пожилых пациентов на фоне иммунотерапии отдельных каких-то исследований не было. И вот был проведен ретроспективный анализ, 53 статьи, 17 рандомизированных исследований, и только 4 исследования включали подгрупповой анализ по возрасту пациентов. И на сегодняшний день еще раз подчеркиваю, что чекпоинт-ингибиторы в равной степени работают и у пожилых, и у молодых пациентов. И их назначать нужно по тем же показаниям, которые обычно и используются в любом возрасте. И сегодня уже говорили, псевдопрогрессирование и гиперпрогрессирование. Конечно, это та проблема, с которой мы сталкиваемся и которую мы приходится решать. На самом деле псевдопрогрессирование – это приходящее состояние. И частота его стала не такой большой, как описывалось раньше, где-то до 6%. Причем, когда возникает при оценке эффективности. И здесь, конечно, самое главное – это должна быть оценка эффективности не только объективной, но и, конечно, клинициста. Вы должны оценивать состояние пациента, какие у него осложнения, то есть комплексный подход. И, конечно, должна работать абсолютно точно мультидисциплинарная команда. И если у вас нет четкого представления, что у больного действительно идет прогрессирование процесса, вы еще раз ему делаете оценку эффективности через 4-6 недель и оцениваете дальнейший вопрос об эффективности терапии. Ну, вот такой вот пример – это наш личный пример. У пациентки при очередном обследовании было выявлено прогрессирование процесса по рентгенологическим данным. Однако клинических признаков не было прогрессированием процесса. Мы ей продолжили терапию и получили определенный эффект, который сохранялся достаточно длительное время. По поводу гиперпрогрессирования, о нем тоже стали говорить достаточно недавно. И первое сообщение было у наших французских коллег, 131 пациента. Они определили 9% составила чистота гиперпрогрессирования. Проанализировали больных с мелкотечным раком легкого и с меланомой. И каких-то различий особенно не выявили между группами пациентов, которые получали бы препараты антипеди-1, антипеди-1 препарат. Но медиана общей выживаемости, конечно, у этих пациентов была ниже у тех пациентов, у которых не было гиперпрогрессирования. И на сегодняшний день, вот еще было одно исследование проведено, на сегодняшний день больше вопросов, чем ответов по поводу гиперпрогрессирования. Что это такое? Почему именно некоторые пациенты отвечают бурным прогрессированием на фоне иммунотерапии? Иногда бывает это сразу при назначении, а чаще всего через определенное время, такое прогрессирование, которое мы даже, может быть, не ожидали в некоторых ситуациях. И этиология на сегодняшний день неизвестна. Может быть, какие-то включаются альтернативные пути иммуноконтрольных точек, может быть, какие-то сигнальные другие отвечают, альтернативные пути, контрольные точки включаются, но предикторов каких-то не может быть. Единственное, о чем мы говорили сегодня и на секции по немелкоклеточному раку легкого, и вчера тоже, ревиопсия опухоли, она, конечно, достаточно актуальна на сегодняшний день. Что происходит в опухолевой ткани? Какие изменения происходят? И, может быть, здесь получение этих данных у нас со временем откроет глаза на некоторые наши вопросы. Это данные из литературных источников у пациентки, которая получала комбинацию химиотерапии пембролизумаба через 7 недель после стабилизации состояния ее и клинического, и объективного, бурное прогрессирование процесса, которое было достаточно неожиданно. И сегодня уже тоже много говорили, не буду много останавливаться. Очень большой вопрос для реальной практики – это предикторы эффективности, и эффективности, и токсичности. Предикторов достаточно много, по которым работает, но на сегодняшний день, конечно, этот вопрос еще достаточно не отработан. Конечно, ПДЛ-тестирование – это то, что нам еще более близко и более сейчас понятно, потому что мы имеем определенный уже опыт. И, как видите, все-таки эффективность иммуно-онкологических препаратов при различных локализациях у пациентов с ПДЛ-позитивных, она намного выше у тех, которые негативные. И последние данные, очень интересные, это КИНОТ-001, большая группа пациентов были не только раком легкого, не только меланомой, но и раком легкого, это первая Б-стадия. И сейчас, в 2019 году, на АСКО были представлены результаты общей выживаемости в зависимости от ПДЛ, от ТПС. И посмотрите, конечно, разницы в выживаемости, они достаточно большие, расходятся на 10 месяцев у тех пациентов, которые являются позитивными, больше 50% у них. И плюс, конечно, выигрыш у тех пациентов, которые не получали лечения предыдущие. В зависимости, да, еще вот сегодня тоже говорили, мутационная нагрузка, какое она имеет значение. Сейчас вот тоже в этом году были опубликованы результаты сочетания неволумаба с пембролизумаба и эпилемумаба в зависимости от мутационной нагрузки у больных раком легкого. Как видите, безрецидивная выживаемость, она выше у тех пациентов, у которых мутационная нагрузка выше. То есть это вполне возможно, что будет тоже и является одним из маркеров, которым нужно в практическом здравоохранении пользоваться. И буквально несколько слов по поводу нежелательных явлений, что здесь новое произошло. Уже накопилось достаточно много данных по поводу фатальных результатов. И вот собрали очень большую базу из семи центров пациенты, которые получали любую терапию, анти-CTL-4, PD-L1, анти-PD-L1, анти-PD-1, более 16 миллионов нежелательных реакций проанализировано. Изъято 613 фатальных иммуноопосредованных нежелательных явлений. Так вот, большая часть из них была обусловлена анти-CTL-4 препаратами. И в основном это были калиты. А если говорить уже о фатальных исходах, которые были обусловлены анти-PD-1 и анти-PD-L1 препаратами, то это были пневмониты, гепатиты и нейротоксичность. Если комбинированные препараты, как вот неволумаб и пелемумаб, калиты, и выходят еще миокардиты. Их не так много. Вот 22 случая было выявлено, но которые заставляют задуматься. И я несколько еще остановлюсь. На эти вещи нужно обращать внимание. Если в целом говорить, 112 исследований проанализировано, такой мульти-мета-анализ проведен, больше 19 тысяч пациентов. И в принципе фатальные исходы, они редки. Они составляют от 0,4% до где-то 1,2% от общей популяции. Но тем не менее набирается по меру их достаточно немало. Еще раз хочу обратить внимание на миокардиты. Смертность высокая. Из тех случаев, которые были проанализированы, смертность составляла почти 40%. И по сравнению с эндокринопатиями, где смертность 2, максимум 5%. Причем сейчас еще мы видим, диагностируем неврологические изменения. И здесь мы, конечно, менее подготовлены. А вот здесь, конечно, фатальность достаточно тоже высока. До 43%. И медиана времени до появления симптомов, от появления симптомов до смерти составляет месяц. Таким образом, сейчас, конечно, можно сказать, что тут накопленный уже материал и клинических исследований, а самое главное, и реальной клинической практики, он уже определенный. И реальная клиническая практика, она отличается от тех результатов, которые продемонстрированы. Я скажу, что абсолютно, но больные могут быть, они отличаться. И, конечно, важные аспекты для нас, как практических онкологов, остаются. Это предикторы как ответа, так и токсичности. Конечно, нужно очень обращать внимание на иммуноопосредованные нежелательные явления, потому что, как мы видим, стали появляться те осложения, о которых мы немного, наверное, и думаю, задумываемся, и списываем просто на наличие у пациента онкологического заболевания. И, конечно, нам нужны результаты о новых данных, о группах пациентов, которых мы, может быть, и не лечили. Я думаю, что со временем эти данные появятся. Спочечные недостаточных пациентов в тяжелом состоянии, сопутствующими заболеваниями. Те пациенты, которые получают поддерживающую терапию. Конечно, вопросов, я думаю, что будет достаточно много, и у нас еще будут немало дискуссий на эту тему. Спасибо большое. Спасибо, Светлана Анатольевна. Вопросы, пожалуйста. Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, чем вы различите псевдопрогрессию и гиперпрогрессию? Это сложный вопрос, Рашидова Хидовна. Где отличите? Это когда появляется эффект, и на фоне эффекта потом бурный прогресс. Это понятно, гиперпрогрессия. А вот бывает ведь гиперпрогрессия уже от введения. То есть мы… Как отличить ее от псевдопрогрессии? Есть определенные какие-то точки, по которым мы определяем, где псевдопрогрессия, а где гиперпрогрессия? Ну, псевдопрогрессия – это все-таки приходящее. Это приходящее, это приходит, и потом эти изменения. А гиперпрогрессия – это неожиданно. Увеличилось количество очагов. Это псевдопрогрессия, не количество, а выросли старые очаги. Это псевдопрогрессия или это все-таки гиперпрогрессия? Гиперпрогрессия – это все-таки такое несколько неожиданное, то, что мы не ожидаем у пациента, когда идет и клиническое, и объективное. Вот, скажу, все-таки клиническое. Понимаете, все вместе. А псевдопрогрессия – больной приходит к нам в удовлетворительном состоянии, а снимки приносит и описание, которое не сочетается с его состоянием. То есть это псевдо, неожиданно, тоже неожиданно. Вдруг он чувствует себя нормально, а у него там… Может быть такое. Даже появление вид новых очагов при лечении чекпоин-ингибиторов не является при оценке прогрессированием процесса. Это может быть обусловлено лифоидной инфильтрацией, которая потом пройдет, и это может быть. Плюс еще мы забываем, кстати, о сопутствующих заболеваниях, которые могут возникать. Грибковые инфекции. Мы как-то совсем их вот опускаем совершенно. И проведение специфической терапии нивелирует все эти изменения. А вот в гиперпрогрессе мы таких единичных видели пациентов. Я помню о пациенте своем рассказывал Лев Вадимович Демидов. У пациентки, у которых было минимальное изменение, захотели максимально помочь, назначили иммуно-онкологический препарат и бурный рост очагов метастатических и бурный рост самого первичного очага. То есть здесь рецидива. То есть здесь, конечно, вот такая непредсказуемость изменений. И чем обусловлено, думали по поводу различных генов, МДМ-2, например. Но на сегодняшний день все равно это пока такой момент, который полностью не доказан, что это, с чем это обусловлено. Но то, что мы не всем пациентам помогаем, я, наверное, думаю, что в этой аудитории понимают, что не 100% пациентов реагируют на иммуно-онкологические препараты. Да, далеко не все. Даже если мы комбинируем препараты, часть не отвечает, им не включаются какие-то другие пути, о которых мы не знаем. И здесь, я думаю, что еще у нас будет работы много. Вот поэтому здесь интересно повторная биопсия опухоли. Что там происходит на самом деле? Спасибо. Еще вопросы есть, да, пожалуйста? Включите микрофон. Ну, слышу, наверное. Ну, давайте вырабатывайте командный голос. Спасибо за сообщение. А скажите, пожалуйста, по поводу приема антибиотиков как предиктивного фактора, ответа на иммуно-онкологические препараты. Сейчас широко обсуждается роль микробиоты у онкологических пациентов. Гипотетический вопрос. Как вы думаете, может ли изменение микробиоты как следствие приема антибиотиков влиять на иммуно-онкологический ответ? Одна из гипотез действительно может быть и такая, что антибиотики влияют на микробиоту, и поэтому здесь вот такой вот ответ. Другой ответ – сами антибиотики, может быть, это только гипотеза такая, сами антибиотики влияют таким, меняют чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. Плюс проходит определенное время, и иммуно-онкологические препараты не успевают подействовать, потому что в это время действуют антибиотики. То есть вот гипотезы, которые выдвинуты, она пока… Ни одна из них не имеет абсолютного доказательства. Ну, вот такие гипотезы есть. Но то, что мы достаточно широко используем антибиотики там, где, может быть, не надо, это доказано уже, и есть абсолютное доказательство того, что это влияет на эффективность. Давайте задумаемся. Кроме того, что мы действительно сейчас живем в очень тяжелое время по поводу инфекционных осложнений, я не знаю, чем мы будем дальше лечить, потому что антибиотики резерва уже у нас пошли, правда? Но, тем не менее, все вроде бы с одной стороны понятно, но лечим, лечим. Спасибо большое. А еще можно две секундочки? По поводу общего иммунологического статуса, как предиктора ответа на эти препараты, есть ли какие-нибудь данные? И сейчас общих данных, которые были бы стандартами, пока нет. А то, что касается практики, опять же, реальной, мы на базе тех пациентов, которые получали эпилюмап, проделали большую работу. И вот здесь нашли некоторые факторы, соотношение, например, CD4-CD8, интересное заключение. Но станет ли это каким-то… Во-первых, это нужно еще дорабатывать и смотреть. То есть вы перед лечением смотрели, да? Мы и перед лечением, и на фоне лечения, и в конце лечения смотрим несколько факторов, и какие факторы… Это коррелировало с эффективностью, да? И вот сейчас вот это соотношение CD4-CD8 оказалось интересным. Но, опять же, это вот не пока на небольшой когорте пациентов, это не является стандартным в никакой мере. И, конечно, это вопрос. Потому что эпилюмап, на наш взгляд, все-таки он сейчас, ну, может быть, не совсем обоснованно отодвинут. Появились новые современные препараты. Но он удобен чем был? Четыре всего введения, всего, правда, курс лечения. А здесь нужно лечить долго, до прогрессирования процесса. И он на второй линии, он точно найдет свое применение. Потому что, помните, вот кривая плата при меланоме? 20% пациентов, ведь живут пятая часть пациентов, при меланоме распространенной, длительное время. Значит, эффекты есть, нам нужно искать этих пациентов. Спасибо. Ну, вообще, онкологические больные, они изначально иммунокомпромантны. У них иммунодепрессия. Особенно те, которые получают химиотерапию. У них же иммунодепрессия. Но у них почему-то эффективный чекпоинт-ингибиторы больше. И мы считаем, что почему во второй линии иммунодепрессии эффективно. Больные получают стандарт, например, тот же экстрим при голове и шее. У них иммунодепрессия. Они получили платину, они получили 5-туроцил, длительные инфузии. При этом они точно в иммунодепрессии. Если вы посмотрите, у них общий иммунитет, их все вот эти признаки, у них будет все снижено. А на самом деле эффективность иммунотерапии есть. Поэтому, вот я не знаю, сейчас тоже очень много работ, на самом деле, вот когда оценивается общий иммунитет. Не ПДЛ, не иммунитет опухолевой клетки, не рецепторы, а определяется общий иммунитет. Вот корреляции пока ведь, в общем-то, не найдены. Есть какие-то только наработки. Но на самом деле, пока на сегодняшний день сказать точно, вот если при таком статусе иммунном точно будет все работать, а при этом иммунном статусе будет осложнение, а при этом иммунном статусе не будет работать, вот таких точно нет никаких работ, которые бы сделали такой резюме. Спасибо большое. Вот по поводу предсшествующей химиотерапии в лечении опухоли, она ведь, конечно же, влияет на мутационную нагрузку. И, может быть, есть такие работы по поводу изучения мутационной нагрузки при раке легкого и эффективность иммуно-онкологических препаратов именно уже после химиотерапии. Совершенно верно. Вот сейчас как раз эти выводы и делают, что химиотерапия увеличивает мутации спорадически больше их количества. А раз больше мутаций, соответственно, лучше отвечают. И после химиотерапии считается, что в некоторых опухолях мы видим эффективность высокую. Хотя, казалось бы, иммунитет-то общий, он страдает от проведения химиотерапии, но так как химиотерапия сама по себе не все делает плохо, наша химиотерапия, она делает что-то хорошее. Продолжение следует...